Городская дума учла прошлогодние пожелания горожан и внесла изменения в правила землепользования и застройки Перми. Теперь сразу три площадки в Орджоникидзовском и Дзержинском районах, а также Новых Лидах признаны территориями общего пользования. Если говорить по Орджоникидзовскому району, это маршала Толбухина территория, там порядка тысячи квадратных метров. По Дзержинскому району шпала пропиточная, 3000 с небольшим квадратных метров. И по Лидам, это улица Островского, в районе улицы Островского порядка 7 тысяч квадратных метров. Отныне эти места отведены под бульвары и скверы. Какой-либо застройки там не будет. Зато в городе в ближайшее время появится автоматизированная система учета пассажиропотока и выпустят 50 тысяч электронных транспортных карт. На эти цели из бюджета отводится чуть больше 10 миллионов рублей. Мы попытаемся все-таки закрыть лазейку для недобросовестных перевозчиков, в том числе по необходимости более тщательного учета пассажиропотока. Вместе с тем это связано с бюджетными деньгами, которые мы выделяем в рамках субсидий для компенсации выпадающих доходов для перевозчика. Думаю, что в ближайшее время именно контрольная функция Думы, в том числе и по транспортной отрасли, будет определена особо. Несмотря на сложную экономическую обстановку, бюджет Перми сохраняется бездефицитным. Внесены небольшие корректировки в его доходно-расходную часть. С их учетом общий объем основного финансового документа города на этот год составит 23 миллиарда 88 миллионов рублей. По словам главы города, главная задача на сегодня постоянный мониторинг и работа с ежемесячными отчетами контрольно-счетной палаты, чтобы использование денежных средств было максимально эффективным и все начатые инвестиционные проекты были исполнены в полном объеме. Ритя Сбараускас, Георгий Тимофеев, телекомпания ВЕТТА.